Привет, друзья! Вы на канале Стича и у нас на очереди еще один интересный персонаж из GTA 5. Это мультимиллиардер, инвестор и очень скользкий человек по имени Дэвин Уэстон, который, кстати, является одним из двух главных антагонистов в игре. Для тех, кто не знает, то такой антагонист, то вкратце, это противник или соперник главного героя. Перед просмотром ролика напиши комментарий, по какому персонажу ты бы хотел увидеть следующую историю, а также не забудь поддержать Стича, поставив палец вверх и нажать на колокольчик рядом с подпиской, чтобы не пропускать новые серии. Дэвину принадлежит практически весь большой бизнес на территории штата, начиная от гостиничных сетей и заканчивая производителями алкогольных напитков. И всех его инвестиций, включая баннер Hotel & Spa, Patriot Beer, много водка и остальных, самым значительным является доля Мэри Везер Секьюрити, частная военная компания, которая является по сути его частной армией. Она помогает ему во всех сферах бизнеса, особенно нелегального. Также у Дэвина есть связи ФРБ, в частности Стив Хэйнс и его хороший друг. Если учесть тот факт, что они очень похожи по характеру, то удивляться не приходится. Помимо характера, у них еще и общие интересы. Главный цербер в команде Дэвина – это его адвокат Молли Шульц. Сложно назвать ее приятной в общении, но деловая хватка у нее присутствует, что и является ее главным преимуществом. Напыщенный придурок – именно так характеризуют данного персонажа главные герои. И есть за что. Дэвин постоянно хвастается своим положением, деньгами и связями. Именно они позволяют ему делать все, что он хочет. На своей страничке в Life Invader Дэвин делится успехами своих любовных похождений. Стоит отметить, что он делает это не только в социальной сети, но и в реальной жизни. Крайне двуличен, заставляет главных героев поверить, что он их друг, хотя на самом деле, кроме презрения, он к ним ничего не чувствует. У него получается манипулировать Тимми очень долгое время, особенно Майклом и Франклином. Дэвин выстраивает вокруг себя образ, бегает, занимается йогой. Главной чертой образа является его псевдопассивность, но это лишь образ, который позволяет лучше манипулировать людьми для личной выгоды. И если эти интересы не сходятся, Дэвин начинает меняться прямо на глазах. У Дэвина есть собственный веб-сайт – bdavinwestern.com. Согласно информации на сайте, личное состояние Дэвина оценивается в 12 миллиардов долларов, и еще у него пенни с длиной в 22 сантиметра. Если учитывать его эго, это может оказаться преувеличением. Дэвин выстраивает вокруг себя образ человека, придерживающегося здорового образа жизни и стремящегося к гармонии, активно протекуя йогу. Даже на аватарке в Life Invader Уэстен же впечатлен в приветственной позе «Намасте». На самом же деле, Дэвин часто проявляет пассивную агрессию и смотрит на окружающих свысока. Даже к Молли, единственному персонажу игры, явно испытывающему к Дэвину симпатию, он относится не лучшим образом, пренебежительно называя ее «больно взвинченной». И хотя новость о ее смерти страшно злит Дэвина, но только лишь потому, что Майкл выставил его идиотом. А теперь давайте рассмотрим интересные факты о Дэвине. Его озвучил американский актер озвучки и кино Джонатан Уолкер, причем внешне они очень похожи. Дэвин также похож на антагониста из фильма «Смертельная гонка 3» Найлса Йорга. Они оба миллиардеры, оба придают протагонистов ближе к концу игры, а также имеют схожие черты лица. У Дэвина есть привычка называть Франклина, Тревора и Майкла кличкой «Слик» в переводе «умник» или «ловкач», и он ее использует в зависимости от ситуации, иногда, чтобы выглядеть дружелюбно настроенным, иногда с издевкой, чтобы принизить героя. Скорее всего, это отсылка к Майклу Чирита, персонажу фильма «Схватка» 1995 года. Los Santos Rock Radio – любимое радио Дэвина. Приемник неизменно попадет на эту чистоту, когда игрок садится в машину Торнадо, миллионера в миссии «Последний рывок». В обновлении GTA Online Байкеры во время доставки продукции, одной из точек доставки может оказаться особняк Уэстона. Дэвин имеет много общего с Эйвоном из GTA Online The Doomsday's Hates. Они оба являются американскими миллиардерами, которые имеют очень высокое мнение о себе, а также склонность думать о других оконишек или неприятных. На этом все. Надеюсь, вам понравилась история Дэвина Уэстона, и вы оцените ее лайком и подпиской на канал. Добавляйтесь в друзья к стичу ВКонтакте, вступайте в группу, все ссылки вы найдете в описании под этим видео. И всем до новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok